Мне кажется, что я стараюсь максимально соотносить свои действия с моими представлениями, что бы делал Андрей Дмитриевич. Но я уверена в его полном неприятии войны в Чечне. Я уверена в его полном неприятии вот этих нынешних выборов там. Я уверена, что несмотря на многие расхождения внутриблоковые, персональные амбиции и все прочее, он призывал бы действовать на этом этапе сообща. Врагом как было, так и остается государство, не соблюдающее свою конституцию и не защищающее, а даже нарушающее права человека. То, что мы берем старый гимн и старые, фактически чуть-чуть перекроенные слова, это какая-то демонстрация на весь мир от того, что у России исчерпан творческий потенциал, что на самом деле неправда. Почему? А потому что это возвращение на те же внутренне агрессивные рельсы, на которых когда-то был Советский Союз. В Конституции говорится о долге защищать Родину, а о долге убивать соседний народ в Конституции не говорится. Криминальный режим России создал криминальный режим в Чечне, и эта война есть результат разборки криминальных структур на самой вершине власти. Россия разрушила Грозный, Россия разрушила три четверти Чечни полностью, а наши досужие журналисты, причем газеты, которая считается прогрессивной, дают такой подзаголовок. Это же обман. А какой ваш прогноз, что я позже буду я вам сказал? Как будто к продаже... Я боюсь делать прогнозы и не выдаю себя за специалистов. Хуже может быть, когда вам представят список, в котором будет один кандидат, и вы будете бояться его вычеркнуть. Ну уж эти-то времена не вернутся точно. А кто знает, что у нас вернется, что не вернется. Мы очень хорошо по кругу бегаем. Это поперек живота портрет ее властителя и добровольное согласие стать толпой при отказе от собственной личности. А вот это опять страшное слово. Тот самый путь, который ведет к фашизму. Народ, как высший орган, дающий власть кому-то, отстранен. Значит, мы не демократия. Наша так называемая элита, как ее там, интеллигенция, называйте как угодно, Без нее народ, как без головы. А она у нас сервильно и другой стать не хочет. И вообще бойтесь единственно только того, кто скажет, я знаю, как надо. Не бойтесь золы, не бойтесь хулы, Не бойтесь пепла и ада, А бойтесь единственно только того, Кто скажет, я знаю, как надо. Гоните его, не верьте ему, Он врет, он не знает, как надо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ